Прикрепчение на 21 уровне. Была холодная зима. Выходить на улицу совсем не хотелось. Поэтому Мартин и Вероника собрались на кухню, чтобы обсудить план действия на сегодня. Мартин был старшим братом в 9 лет. Веронике было почти 5. Но она уже была смышленой девочкой. И уже умела читать по слогам. Но не очень хорошо. Жаль, что мама забрала телефон и планшет. Сейчас бы поиграть в игру. Да ну, неинтересные у тебя игры. Давай лучше постараем замок из кубиков. Еще отчего. Знаешь, какие у меня классные игры? В прошлый раз на 21 уровне на меня такой монстр напал. Я его поднял вверх и бабахнул на землю. И готова. И ты не испугался? Нисколько. Я таких монстров каждый день по несколько штук побеждаю. А я вот даже собачку во дворе, если она залает, испугаюсь. Или паучка маленького. Я очень боюсь всяких букашек. Тем временем над их домом в поисках жертв пролетала страшная ведьма Клок. И тут она услышала слова Мартина. Про нее знали все взрослые дети. Ведьма искала детей, которые хвастаются или врут, или не слушают своих родителей. И строила им козни и разные наказания. Ну ты попался, глупенький малыш. Сейчас я тебя проучу. И любишь компьютерные игры. Ну держись, хвастунишка. Старая колдунья взмахнула своей колдовской метвой. И брат с сестрой оказались внутри другого мира. Мира компьютерной игры. Мартин, где это мы? Судя по всему, мы в компьютерной игре, Вероника. Отлично. Теперь я могу быть спокойным. Мартин, ты же так хорошо справляешься с монстрами. И не боишься их. Вероника взяла за руку Мартина и уверенно зашагала вперед. Мартин же был напуган и до жути боялся появления монстров. Они шли по дороге, на которой их ждали всевозможные опасности. Монстры со специальными сверхспособностями. А сам Мартин понимал, что никаких сверхспособностей у него самого нет. Мартин, если сейчас выйдет огромный страшный монстр, ты же его поднимешь над головой и бабахнешь об землю? Конечно. Только бы не монстр, только бы не он. Нам тогда точно смерть. Тем временем Клок следил за детьми и готовил свои коварные испытания. Идите, идите, мои глупенькие. Скоро настанет ваш конец. Вот вам красивые цветочки. Они такие большие и яркие. Стой, Вероника, не трогай. Это не цветы, а растения монстры из моей игры. Он увидел, как листья превратились в лапы, которые начали отбивать его бедную сестру. Ха-ха-ха, быстро вы попались на мою удочку. Недолго вам осталось жить, детки. Мартин зажмурил глаза от страха и шагнул вперед. Все внутри тряслось. Но он переселил себя и бросился спасать свою сестру из лап ужасного монстра. Вдруг растения обмякли, склонились над детьми и даже как-то дружелюбно золобались. Как же так? Неужели этот катки мальчика и впрямь не боится моих монстров? Что же для тебя еще придумать? Ну, погодите. Сейчас я отправлю на вас самое злое, страшное чудовище. Вдруг Вероника и Мартин увидели, что к ним приближается тот самый огромный монстр с двадцать первого уровня. Мартин немного подумал и, соизмерив свои силы и сверхспособности монстра, схватил сестру за руку и побежал с вами в голову. Когда Вероники стал за жопу бежать, он посадил ее себе на спину и продолжал бежать от монстра. Внезапно монстр как будто начал уменьшаться в размерах и уменьшился до размера обычной дворняги. Ах, этот двинной мальчишка не только смелый, но еще и сильный. И с чего вздумал, потащил на себе сестру. Моя сила колдовства совсем ослабла. Только не говори мне, что ты еще и ее любишь. Тьфу, тьфу на тебя. Как это отвратительно. Мерзкие дети. Ну, связываться противно. Сказала это колок и испарилась. И дети неожиданно начались дома. Какой ты смелый и сильный, Мартин. Я... я... нет, что ты. Я сам удивлен, что нам удалось спастись. Это просто чудо какое-то. Я думал, что мы умрем. Я так испугался, Вероника. На самом деле, это совсем не то же самое, что компьютерные игры. Как же нам удалось убежать? Вот так смелость и любовь помогают победить самые сильные чары и колдовство. Так. Спасибо. 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 Спасибо.